Ну что, ребят, с вами Лего. Настало погрузиться в мир выживания хорроров, таких каких-то необычных игр, инди-игр, и под этим у нас скрывается название 35 миллиметров. История о двух путниках, которые отправились в долгую дорогу по пустевшим землям, оставленным людьми после глобальной эпидемии. Вы представляете, это просто атмосферность, это какая-то приключенческая игра будет от инди-разработчика. Я думаю, что если кто-то увлекается такими играми, вы должны знать разработчика-издателя, это Носков Сергей, да-да, наш русский. Поэтому я очень хочу, чтобы вы поддержали этот ролик лайком и написали комментарии, потому что наших ребят не нужно бросать, нашим ребятам нужно помогать, чтобы эти ролики выходили в топ и другие люди смотрели и тоже восхищались, потому что, ну, тяжело, тяжело русским людям делать, как бы, такие замечательные игры, особенно когда там очень маленькая команда, пускай эта игра будет для одного игрока, но, как бы, не важно, не важно. Поэтому давайте уже не будем болтать, а мы просто начнем новую игру. Я сейчас вот удалю данные, удалить данные, чтобы я просто запустил игру, посмотрел, что она работает. Зашел, кстати, в примечание. Мне тут очень понравилось, как все рассказывается, описывается, все очень интересно для обычного игрока. Ваша история автоматически сохраняется в контрольных точках. Ну, это понятно, как и во всех играх. Собирайте еду, воду и аптечки для поддержания состояния здоровья, а также батарейки для фонаря, инвентарь на клавишу TAP. Взаимодействие с объектами осуществляется с помощью клавиши E. Те или иные решения в сумме могут повлиять на финал игры. Вот это мне тоже очень сильно нравится. У нас будет, получается, какой-то выбор, может быть, между главными персонажами. И, естественно, скорее всего, будет какая-то смерть или еще что-то. Взаимодействие с некоторыми объектами повышает силу вашего духа. Ниже отображаются фотоснимки, снятые вами на камеру. Хорошо. В общем-то, как и говорили, это постапокалипсис, катастрофа, которая уничтожила большую часть населения планеты. И, естественно, вся эта инфраструктура, она перестала работать, функционировать. И привычная жизнь осталась лишь только в ваших воспоминаниях. И, в общем-то, когда человек адаптировался к окружающей среде под себя, и поэтому они начали как-то выживать, пить водичку, аптечки и еду, естественно. Также мы вроде как, вроде как, насколько я знаю, будем ходить по заброшенным поселкам, городам России, полям, лесам и даже будут какие-то секретные подземелья, сооружения. А кто мы и откуда, и куда мы идем, мы лишь узнаем об этом в игре. Я думаю, что это просто идеальная, как бы, ну вот, просто предыстория данной игры. Поэтому хватит ее восхвалять, мы просто начнем новую игру, посмотрим, на что это похоже. Но я реально загорелся, очень сильно. Продолжение следует... В доме ничего нет, осмотрись сам, если хочешь. Подождите, самое интересное, что у меня ведь был звук этого парня. В доме ничего нет, осмотрись сам. Если хочешь. Да, что-то подвисло, может быть, подлагало, но когда я заходил первый раз, смотрел, ничего этого не было. Нужно проверить свои вещи. Здорово, брат. Если готов, можем идти. Нет, извини, я пока еще не готов. Я должен проверить, что мы можем найти внутри дома. О, это житель этой избушки. Обычный парень, который занимался фермерством. Ого, можно передвигать предметы, куда-то ставить и что-то где-то находить. Давайте попробуем. Тут есть чердак, скорее всего. Ага. Зажжем лампу. Смотрите, как классно прогорает свет. Как все интересно сделано. Звук немного убавим. Что у нас в шкатулке? Ничего нету. На столе у нас бычки, свет, плоскогубцы, молоток, консервы, чайник. Так, естественно, все пустое, потому что уже все все сожрали давным-давно. Так, хорошо. Давайте попробуем это сделать. И тут заныканная консерва, ребят. Хорошо. А говорил, говорит, нет, ничего. Консерва. У нас ноль батареек, две еды, хпшечки, фотопарад и ножик. Естественно, мы можем щелкать, наверное, да? Классно. Различные фотографии можем сделать. Есть нож, которым мы можем кого-то пырнуть или еще что-то сделать. Что за зон колоколов? Банки различные в ящиках и больше-то ничего интересного нет. А можно было бы туда как-то залезть, допустим? Там еще просто что-то есть. Давай попробуем. У нас есть еще один стул. Если мы его сейчас аккуратно вот так установим. У нас интересно получится залезть. Так. А уже что-то не дает. Ну ладно, скорее всего, тут просто была нычка, консерва. Лампу мы выключаем и аккуратно, спокойно, наверное, выходим. Под столом мы тоже ничего найти не можем. Нужно смотреть качественно каждый дом. Просто, ну, кушать же надо. Ну что, погнали, мужик. Классная избушка. Просто офигенная. Чувак, погнали. Я готов идти. Что нужно сделать, чтобы ты пошел? Просто, может быть, бежать? Нет. У нас есть фонарь на букву Ф. Я нажимаю на букву Е. И как-то ничего не происходит почему-то. Почему-то ничего не происходит. Странно. Но он же говорил мне, если ты готов, то мы можем идти. Подожди. На лестницу, естественно, он эту забраться не может. Кстати, когда он прыгает, делает такие звуки. А здесь разбитые форточки. Прочая фигня. Опс. Я съел нечаянно. Я нечаянно съел. Слушайте, а может быть он баганул? Ветки какие-то я могу собирать. Нет, не могу. Ну, кушать же я не хочу. Ну что, погнали, давай. А если я сам пойду? По-моему, зря идем. А я съел две консервы. Вот это я дурак. Я думаю, мы все-таки сможем выжить. Я на это надеюсь, по крайней мере. Я очень неправильно сделал свой рацион пищи. Как же приятно осознавать, что мой желудок очень плотно набит консервами. Я даже не знаю, кто я, кто есть по дороге различные соседские дома, которые я могу, наверное, зайти. Но раз он знает, куда идти, то я пойду за ним. Мой путник. Мой путник. Потому что облака больше выглядит на пасмурность, на то, что как будто бы сейчас будет какой-то дождь, ливень. Здесь есть вот проскоки солнца. Качество графони, конечно. Я бы не сказал, что на высоте, но я бы не сказал, что это очень плохо. Я бы сказал, что это просто хорошо. Смотрите. Кто-то вез бревна. И что-то их оставило здесь. Следы. Может быть, там есть что-то в них интересное. Ага. Что у нас здесь? К сожалению, блин, я... Все верно. Скоро будем у дороги. Что за дорога? То есть мы правильно идем, да? Ты все-таки выбрал пойти в правую сторону. Там вот между лесами, как мне показалось, какой-то просвет тоже виден. Если здесь будут в этой игре зомби, я просто скажу офигительно. Просто я не знаю, чего ожидать. Кого бояться и что случилось? По идее, если в реальном мире увидеть вот такое вот, то бояться нужно всех. Даже своего вот этого другалька, который знает якобы куда идти. Конечно, ходит он. По-моему, он устал немножко. Он ходит прямыми ногами. Ладно, пойдем с ним. То есть нам здесь дают понять и смотреть, насколько все тихо, все спокойно в природе стало. В том плане то, что все люди где-то гасятся. Их нигде не видно. Наверное, может быть, даже за нами кто-то следит. То есть я это уже начал придумывать со стороны Дейзета. То есть, вы представляете, вы идете по лесу вот так вот в наглую по дороге. А у вас кемпер какой-нибудь палит и смотрит, чтобы забрать тупо ваш лут. По еде у меня ничего нету, по аптеке ничего нету, по энергии ничего нету. То есть фонарь, ветки я собирать тоже не могу. То есть фонарь потребляет батарейки. Где батарейки искать в лесу? Точно не знаю. Но мы углубляемся в лес. Заходим в самую глубь. Чего ожидать, я не знаю. Может быть, можно будет сделать фоточку? Местность тут дикая. Будь начеку. Хорошо, не вопрос. Местность, говоришь, дикая. А кто выжил-то? Ох ты, птички какие-то. Что за птички? Интересно, что плавность передвижения персонажей такая максимально, что ли, реалистичная. Главного персонажа качает в разные стороны. Очень круто. Атмосферно. Цепляет прямо с первых секунд. Прямо ощущаешь, что ты сам идешь в лесу. И тебе потихонечку начинается, ну, жим-жим. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вы представляете, чтобы идти в таком лесу одному со своим другаликом? Ну, это как-то, как минимум, было бы, наверное, страшновато. И еще, когда говорят, будь начеку, то что-то как-то, что-то как-то... Ну, это ладно днем, да? Днем видно дорогу. Ничего страшного в этом нет. Грибы. К сожалению, я не разбираюсь в грибах абсолютно вообще. Я даже их не буду никогда собирать. Я считаю, что как-то... Ну, как вот, когда кучка и возле березы под березовики, что ли? Или как называются такие грибы? Или это просто тупо поганки обычные с белыми шапками? Блин, здесь что-то, по-моему, не о грибах надо разговаривать, а смотреть в разные стороны. А то как-то стыкат-то. Наверное, я его отправ... Белка спускается. Белка-то куда? Чикс. Прикольная белка. Даже не боится людей. Но вот этот вот хромой, он уже похож на какого-то зомбяка. Своим передвижением ног. Хорошо. Куда дальше двигаем? Дорога-то идет уже в гору. Возможно, после этого леса мы увидим какой-нибудь городок уже побольше, не с одним домиком. То есть просто начало истории началось из-за того, что очередной дом и в поисках провизии, и нашли нычку на крыше две консервы, которые, к сожалению, я сожрал. Целых две. Просто сожрал. О, дорога! Офигенски! Дорога. Машина, что? Это Ода, да? Или это Восьмера? Восьмера, Девятка, либо Ода. Короче, либо Лада, либо Москвич. О, это Девятка. Задние двери вижу. Причем, такого старого образца, наверное, самых первых выпусков. Стоило бы, наверное, ее посмотреть. Возможно, там есть какие-нибудь батарейки. Как ты думаешь? Давай, подожди-ка со своим спуском. Я быстренько прочекаю автомобиль. На штампованных дисках черного цвета. Хм, классная машина, классная. Водичка есть. Это, слушайте, ребята, это случайно не мост от Волгограда? Могу ошибаться. Напишите в комментарии. Лада, то, что надо. Обалденно. Слушай, модель Лады мне просто вообще вставляет. Номерные знаки, 36-й регион. Почему-то этот чувак даже не врезался. Вроде у него колесо, что ли, спустило. Вроде нет. Двери остальные все заблокированы. Сзади тоже заблокировано. У него только есть водительская дверь, в которой был баллон водички. Капот я открыть не могу. К сожалению, скорее всего, машина уже сдохшая. То есть, сел аккумулятор. Либо еще что-то. Неважно, у нас есть еда. Погнали дальше. Ты думаешь, сюда надо идти? Угу. Нам сюда. Хотел протестить. А если я побегу? Ты тоже будешь бежать? К сожалению, нет. С восьмерой мы взяли. Че? Житницкая. Дом 16. Квартира 5. Классно. Только что это дает. Ааа. Окрестности. Давай-ка, сделай фотку на память. Отлично. Фотоаппарат-то тоже старинный. Очень старинный. Он, по-моему, черно-белые пленки только делает. Загрузонька. Ооо. Пока подож... Надо было девяточку. Ты по которому был? Нет. Просто увлечили. Ага. Значит, они не знакомы. Значит, они... Кто-то однажды назвал фотопарат маленькой машинкой времени. Хе-хе. Она позволяет окунуться в прошлое, вспомнить и прочувствовать те эмоции, что сопровождали нас в тот период жизни. Хотя порой это бывает крайне болезненно. Все же хорошо, что есть такая возможность. Согласен. Согласен. Очень интересные цитаты по поводу фотопарата. Но сейчас как-то все это телефоны... Ну, как-то это сейчас не так ценится. Ну, и сфоткал, ну и сфоткал. На телефон. Сделал, ну и сделал. А дальше наши собратья на колесах. Белорусы. Белорусский трактор. Такой тоже старинный, старого образца. Но они сейчас тоже, грубо говоря, ездят. Чистят, наверное, ваши дворы. Зимой особенно. Выезжают из ЖЭО и там такие детки сидят. Такие, ух, такие. Ну, какие-то все неопрятные, грязноватые. Вот еще одна консерва. Эй! Ее уже сожрали, что ли? Опс. Завязали. Ручка замотана веревкой. Можно ее разрезать. Давай это и сделаем. Отлично. Обалдеть. Обалдеть. Замыканная консерва. Слушайте, а нам много консерв дают. Что-то подождите. Может быть здесь кого-то держали? Я не понимаю, что... Это провода, что ли, такие? От генератора или что это? Лопата? Блин, я думал, лопату можно было бы взять. Но нет. Че ты тут присел? Нету здесь же ничего. Или он, типа, тоже консерву нашел? Так. Да белорус-то тоже уже разваленный. Тем более у него правого колеса нету. А он врезался, получается, да? И колесо отлетело. Но в Беларуси здесь вообще нету нигде нычек, чтобы что-то можно было бы найти. Или... Ты че там собрался сделать? Завести, что ли, его? Не, чувак, он уже все. Он уже отработал свое. Ты думаешь, нам туда? Я бы хотел вот туда пройти. Ёкарный свет. Что это за... Эй, смотри! Я обосрался. Привет, бёсик. Привет, бёсик. И он маленький такой. Чё пищит? Как будто чё-то случилось. Слушай, подожди, давай-ка туда сходим, а? Очень интересно узнать, чё там случилось. Тем более оттуда пёс прошёл. Ты пойдёшь, нет, со мной? Потому что... Потому что... Как-то... Как-то не по себе. Там какой-то дом... Смотрите, буханка просто сгорела. Туда можно пройти? Ага, нет, нельзя. Специально, то есть... Ну, вы понимаете. Нужно идти только по истории. Пёсик, пошлём... Пошлём с нами. Чё ещё делать? Придётся не бросать пёсика. Ну чё, реально за нами пойдёт? Блин, я не люблю, когда задействуют в играх или фильмах животных, которые потом умирают, а ты к ним привязываешься. Ты с ними как бы начинаешь общий язык находить. А их потом безжалостно... Ну, вы поняли. Здорово, Мурда. Хорошо. Нашли мы две консервы. Две я сожрал. Справа какое-то пугало. Не совсем как бы интересное мне. Но я всё равно зачекаю, что это такое. Мне очень понравилось. Кто ты? И что ты? Ох ты ж, ёкарный свет. Слушай, а ты... Неплохая фотография. Для меня будешь. Ты видел, что я там нашёл? Блин, тут главное не потеряться, а то я ушёл. Повернулся, а уже как бы ничего не видно. А ладно, сфоткал пугало, сфоткал. Здесь опять разветвление. Ты знаешь, куда идти? Как тебя называть-то хоть? Андрюша? Или Михаил? А может быть, ты Димон? Интересно, как бы вы его назвали? Своего путника, помощника? На кого-то он похож. Но не могу понять. На какого-то, может, актёра через сериалов русских. Вот более чем на какого-нибудь... Эти же есть там всякие ментовские сериалы по НТВ. Вот на кого-то из них. Там постоянно куча сериалов, где... Милиция постоянно что-то раскрывает про детективы и так далее. Такие вот у нас лесные... Беспределы, разговоры. Опаньки. Опаньки. И чё здесь? Ну чё, Андрюша? Андрюша, чё-то не то, да, по-моему? Андрюша, там кто-то орёт. Ёпан, наверное, театр. Андрюша, это медведь. Понятное дело, что мы валим, если медведь за нашими жопами. Андрюша, куда валим-то? Ё-ш-ш-тыр-бар-лёшкин, он очень большой. Андрюша, стой, ты ещё втопил ты так. Андрюша, тормози! Андрюша, мне страшно, за мной бежит медведь. Почему я второй, а ты первый? Андрюша, там ангар. Давай в ангар быстрее спрячемся, мать его, от медведя. В ангаре будет хорошо и... Ох ты ж, ё, он бежит. Я думал, он отстал, но, по-моему, он не отстанет. Андрюша, открывай амбар. Андрюша, быстрее в амбар. Быстрее в амбар. Давай, давай. Может быть, мы как бы... Типа, вот, отлично. Ты чё такой злой-то, Мишка? У нас есть пистолет? Откуда у нас есть пистолет? Нежданчик. Просто нежданчик, ребят. Это было очень близко. Очень близко и нежданно, я бы сказал. Почему я не могу встать? Чё у меня вообще так голову болтает? О! Пожрать, что ли, захотел? Аж укачало так. Ой. Надо чё-то выпить. Дай какие-нибудь лекарства-то. Эй, есть чё-нибудь? Нет? Где искать лекарства-то? Меня колбасит тут вообще не... По-детски. Аптечка. У меня нету нигде аптечки. Спички. Перчатки. И всё, да? Ну дай чё-нибудь выпить-то. Ох, расколбас-то какой, а. Оу. Я в какой-то психбольнице? Или что? Ну, колбасит качественно. Такое ещё... О, там рука чья-то. Чувак, ты живой? О-о-о, да. Чё-то, по-моему, чувак не живой. Я вот думаю, можно ли заходить в каждую палату или нет? Там кто-то кричит ещё. А ты, чувак живой? По-моему, тут был какой-то яд. Потому что, видите, все люди. Везде валяются противогазы. Скорее всего, это была какая-то химическая угроза. Я так думаю. Под другим, ну, я не знаю. Мухи уже слетелись. Здесь уже полная задница. Кто-то кашляет. Ну, чё? О! Мухи уже слетелись. Хм, интересно. Интересно. Понял? Понял. Короче, сидеть дома с провизией. А чё здесь закрыто? А здесь было закрыто или нет? Ох ты ж, ё! Чё-то им вообще всем плохо. И кто-то, он, по-моему, что-то пытался достать. Кто-то там блеёт конкретным образом. Чья-то семья. Бумаги. Блин, а как я выжил? Почему все умерли? А я как-то выжил. Чувак, тебе тоже, да, печально. Да уж. Да уж. А вот это не похоже на палату. Это похоже на доктора, по-моему. Он сам себя убил, что ли? Посмотрим, что... Мы вообще что ищем? Тюбики какие-то или что? Или чувака, который там блюёт. Непонятно чем. О, я могу спрятаться и пройти под столом. Интересно. Чё там такое? О-оу. Веселуха. Я говорил про зомби? Что-то я такое определённо говорил. Может, всё же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно. Право твоё. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что всё так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародёрство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ножку и сохранить контроль над ситуацией. Вот всё и рухнуло. В моём городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колёса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже без сил. Ладно. Нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно. Не-е-е, червячка заморить нужно. Отлично, отлично, отлично. Ну что, ребят, червячка мы будем морить в следующей серии. С вами был Лего, и я надеюсь, что вам игра очень сильно понравилась. Не забывайте поставить пальцы вверх, написать, что вы об этом думаете. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok